Вне сцены музыканты избегали общения с поклонниками и журналистами. Нашему корреспонденту Егору Колывану удалось побывать на концерте и получить эксклюзивное интервью. Изменчивая мода, так можно перевести название группы Депешмод. Музыканты уже были в Москве с концертом в 98-м и говорят, были приятно удивлены количеством поклонников. В этот раз аншлаг в Олимпийском. Пребывание Депешмод в России окутано тайной, число аккредитованной прессы строго ограничено. Два эксклюзивных телеинтервью, на которые из трио Депешмод пришел только клавишник Эндрю Флетчер. Эндрю вообще отвечает за все дела коллектива и чаще других участников группы общается с журналистами. Вот и на этот раз именно он объяснял, почему новый альбом и турне называются «Эксайтер» — «Возбудитель» и какие эмоции они хотят возбудить. Я думаю, что наш новый альбом более оптимистичен. На нем видно, что нам нравится быть вместе, быть Депешмод, нравится выступать. Мы написали разноплановый эмоциональный альбом. Вы можете танцевать и плакать под эту музыку. Думаю, на зрителей концерт произведет хорошее впечатление. Большинство песен Депешмод — мрачные мимиколические произведения с неоднозначными текстами. Пример. Сладчайшее совершенство не может быть исправлено, ведь это зараза тела и души. Несмотря на пессимистичность творчества Депешмод, публика в Олимпийском собралась весьма дружелюбная. Слушатели от души веселились, а в воздухе витал запах марихуаны. Егор Калыванов, Сергей Вальцов, Стас Платонов, НТВ.